всем привет сегодня вам покажу три цветущие ванны 2 из них которые я уже показывала но я думаю что вы с удовольствием полюбуетесь ими еще раз а у одной ванны дебют ну дебют он только у меня я увидела это прекрасное цветение но она уже цвела я получала ее вот с остатками цветоноса и вот зародышем этого цветоноса получала я ее от целандроне в начале прошлого лета это уже было взрослое растение и две маленькие детки за это время она у меня очень хорошо разрослась эти две детки выросли и одна из них даже зацвела причем цветонос от детки появился гораздо раньше чем она пробудила уже я думала высохший цветонос от материнского растения я как видите вот здесь вот у меня крючок и висит она у меня в такой вот способ и цветоносу детки я заметила не сразу какое же мое было удивление что детка собралась цвести а материнское растение нет но немножко подумав она все-таки подумала и зацвела что я могу сказать вы видите сами какое-то великолепное цветение какие краски какие разводы переливы начали она распускается вот такого вот малинового цвета и даже первый цветочек немножко меня разочаровал потому что ну я ожидала что-то персиковая называется это ванда пичес и это первичный гибрид от не аффинити фалькаты и аско центрум курви фолиум если правильно произношу чудесная чудесная расцветка чудесный гибрид посмотрите какой он компактный как он красочный яркий просто фейерверк красок очень мне нравится как она растит свои корни которая уволакивает вот этот горшок немножко она и сейчас закупливает ну наверное это из-за температуры очень мне нравится эта посадка компактное растение и абсолютно бесподобное цветение заметила что она очень толерантно к температурам была она у меня на улице в прошлом году и температуры опускались нас ночью и до 7 градусов замечательное растение я не не перестаю и любоваться уже к сожалению первый цветок на детки уже я убрала но материнское растение еще вот имеет два бутона вот такая вот красота конечно стоило было хотеть искать кстати такого же плана есть еще другое растение называется черри блоссом но там тоже не аффинити афальката но это гибрид на другую ванду у меня его нет не знаю буду ли я хотеть приобрести но черри блоссом довольно часто встречается в заказах по крайней мере в фейсбук на украине а вот ванда пичас я не видела уже очень давно бесподобная красавица ну их еще две другие ванды вот это как для меня это волшебная зимняя ванда с таким холодным прекрасным цветением она прекрасно и я вам про нее уже как-то рассказывала потому что она может цветет три третий раз за этот год здесь у меня посажены два растения второе растение как я и говорила вон тянет цветонос ну и как название этой красотки к сожалению это красавица еще не имеет своего собственного названия и это первичный гибрид тоже от двух видовых орхидей от халкоглосум рупестра и ванда христосонианом говорят что она очень похожа на ванду христосонианом но у меня нет родителя чтобы сравнить ну а плюсы и и вы сами видите эти очень красивые темные листья сейчас они немножко у меня позеленели потому что я ее убрала из-под лампы поставила ближе к себе чтобы любоваться этим великолепным цветением ну и опять же она компактная не прихотливая очень любит цвести как я говорила уже третье цветение в этом году я думаю что 2 тоже догонит и в этом году еще будет еще одно цветение самое первый раз они зацвели одновременно и выпустили цветоносы одновременно ну а сейчас они меня радуют просто 1 цветает а другая зацветает такая вот зимняя красавица но и третья ванда которую я показывала совсем недавно это ванда под названием лайм сайм песня лиема или так можно сказать мне кажется первое слово это чё-то имя также как и предыдущие две это первичный гибрид двух видовых орхидей один родитель это ванда денисониана а другой родитель это ринхостилис холестис если опять же правильно произношу но вы меня поправите если что не так и посмотрите какая же она красавица я недавно ее показывала когда рассказывала про теплицу в которой я ее покупала это секрет garden приобретала я ее весной я через какое-то время она мне дала целых два цветоноса посмотрите какая она красивая она компактная вы видите с моей рукой невысокая листья ну максимум 20 сантиметров а то мне кажется и меньше да я думаю гораздо меньше пахнет очень замечательно из всех этих трех вант у нее самый сильный самый такой стойкий аромат но пахнет она только на солнце после полива так что можно регулировать но вы знаете у меня цветет сейчас такая вонючка что теперь я пересмотрела все свои взгляды на запахи если это приятный запах какой бы он не был удушающий это уже огромный плюс вот такие три красотки у меня цветут сейчас от них у меня просто захватывает дыхание когда я к ним подхожу я даже не знаю какая из них краше потому что они не сейчас просто очень очень симпатичны может показываю больше ванду пичес потому что это ее первое цветение у меня в доме но она просто великолепно как и эти две другие ну а на сегодня все всем пока пока